Всем доброе утро. Время 4 часа. Вообще не могу спать. Хочу на рыбалку жутко. Поэтому буду вставать. Не знаю, что там за погода. Будем надеяться, что ветра нет и все хорошо. Первый рассвет на Волге. Самый красивый. Пойдемте посмотрим вместе. Вот она матушка Волга. Мы стоим не на основном русле. Основное русло идет за тем островом. Поэтому в этом месте она не очень широкая. Хотя вот там это, конечно, умножь. Лагерь спит. Пойду-ка попью чипку. Причай ему позову тебя все вечера. Мне может, скажу, его. Завтрак рыбака, друзья, максимально прост. Бутерброс с сыром. Решил снарядить пару доночек. Нажим их. Попробуем сазанчика поймать. Да, друзья. Нам сейчас надо шмахоловочку наладить. Друзья, тут ямка нормальная. Ставим лебенцы и ждем, когда большой сазан приплывет. По-другому быть не может. Когда день переезда, ребята, это не считается. Первый день вот он сегодня. Но он тоже обычно бывает так себе, потому что мы вчера даже не успели удочки расчехлить. Занимались целый день лагерем. Вот. А сегодня... А сегодня как раз будем этим и заниматься. Ну, короче, будем хлопотать. Чтобы было потом чем добывать пропитание. Сегодня снова ветер, друзья. Не знаю, удастся ли нам половить. Вот мы с Лёхой уже заготовили наши снасти. И на щуку, и на сама, и на троллинг. Там уже донки стоят. Поскольку ветер дует, результат нулевой. Просто нулевой. Посмотрим, что будет дальше. Когда стует ветер, и нет возможности выйти на воду, значит, настоящий рыбак должен спать. Смотришь, где гамачок. Да, друзья, веревка должна быть покрепче. А не такая огневушечка, как мне досталась. Больно. Ну, добыль-три, думаю, будет успешно. Ну, сейчас-то я думаю, не упаду. Страшно. То ли я жирнее стал, то ли веревки подгнили. Получилось. У меня получилось, друзья. Пару часиков поспали. Вон парни пошли купаться. Сейчас будут делать первый заплыв. Ну, а я решил приготовить куриную лапшичку. Куриную лапшичку мы варим с пакетиком, но усовершенствование ей не помешает. Продолжаем готовить куриную лапшу по-руболовски. Кстати, я в другой одежде не потому, что в другой день. Это тот же самый день. Просто стало тепло. И я переоделся в привычную себе одежду, в которой я обычно провожу время здесь. Эта лапша отличается от другой лапши тем, что здесь есть два пакетика. Морковка и лук. Ну, можно добавить помидорчиков. Можно добавить перчика. Это кому как очень нравится. Я, пожалуй, добавлю и того, и другого, и третьего, и четвертого. Морковку я закинул и вот, черт, сейчас еще два пакетика. Достаньте там пару пакетиков куриную. Так, друзья, вот тут самый ножичек, который вы видели в обзоре. Я вам говорил, надежная футбольная оруска, которая режет все. Даже спелые помидоры кромсает только так. Только дай. У нас сегодня будет куриная лапша с овощными нотками. С перечной помидорными нотками. Ты взял уже пить? Да, я уже для этого взял. Да, лапшу. Так, ну что, лук вот тут кулькает вовсю. Так, отправляем все сюда. У нас как-то вот мы ездили на хапер. Вот там, где-то было вот, куриные бороды. Так, вот так забивали, выжигали. А им было пофигу. Ну, наверное, да. Будем считать, что их нет совсем. Да. Супер суп куриный с настоящим мясом. Так что тушенку добавлять не будем, Леха. Почему? Потому что нам обещают, что суп с настоящим мясом. Вот теперь дождемся, когда закипит. Поварим немножко, и суп готов. Ну, все, у меня последний штрих, Леха. Я добавляю зелень, и все. Петрушки и укропчик пока это. Сейчас он покипит. Вот, друзья, лапша по-рыболовски. Практически вегетарианское блюдо. Хоть и на пакетиках написано, что есть натуральное мясо. Так что, так что, вегетарианцы, кайфуйте. Малый безымянный. Да хер его знает, Леха. Да, почему не так. Во всем попало. Нет, все-таки кайфуют. Ну, одна попала, одна попала, да. Так, вот эта. А, это что? Эта досталась запасная. Ага. Вдруг кто придет. Так, вот тут даже добавить еще пару полосчиков. Давай, хорошо. Предлагаю всем к столу, парни. Может, это 50 грамм? Под горяченькое это. Я винца выпил. А заметьте, не я это предлагаю. Поэтому, ну, я скажу, что вот дяди Толин самогон, то, что мы пили позавчера, он как-то все-таки тяжеловат. Помягче. А, помягче, чем что? Тяжеловато. Чем ты, что выключила меня вчера. А, так естественно. Дядь Толин, извини, самогон-то по полной программе, чтобы там для себя, со всеми пирогами. Да, я понял. Как для себя. Так, ролику придется присваивать статус 18+. Распитие спиртных напитков при несовершеннолетних подростках. Ну, при, можно же еще пока не отметили. Так, как-то нет. Это пропаганда. Чего? Ну, того, что типа детям. Слушай, ну вообще, вы какие-то на нас. А я сегодня буду дали прекрасный кьянти-резерву 2015 года разбила. Прекрасно. Прекрасно. Ну, гадайте порюхать. За хороший отдых. Вот теперь он начался. Мы хоть разделись, елки-палки. Уже хорошо. Сварили первый супчик. Жаль не это. Жаль, что мы не можем показать первую рыбу. Вот, ну, рыбу покажем еще. Первую. Вторую. Потом, знаешь, такой будет шоу, 25-й день, где рыбу покажем еще уже такие обобросшие. Первую. Да. Офигеть, упал. Прикольно. Офигительный. Офигительный, ага. Сейчас я еще подрежусь. Не знаю, друзья, слышите вы меня или нет, но пока суд это делал, уже двух карасиков мы поймали. Небольших, правда, такие, грамм по 400. Ловим на макушатник. Вот такая вот простая у нас насточка. Буду закидывать. Ветер никак не успокаивается, но не сидеть же наверху, есть и пить. Решили все-таки половить немножко. Что-то у меня лесочек провисло. Если бы нам вроде не плевало ничего. Почему-то в другую сторону увело. Похоже, зря я сюда застену. Второго обрыва я не пиджу. Субтитры сделал DimaTorzok. любишь жареный чесноклёв вообще всегда хорош но еще два зубчика добавим еще пару зубцов мне не жалко можно три до здорово и здорово мужики и парня так вот мы к вам алис рот в готовим до мы купили она не не она кукурузный жмых сейчас я вам покажу когда не но это запахом видимо попробуйте может и на это будет браться 2 карася поймали ничего звери я говорю так друзья потом перчик кладем размер кусков вообще не важно можно мелкими можно крупными кому как нравится перчик один исключительно для запаха и оставляем потушиться на медленном огне минут 5-7 а пока пойду с нашими новыми друзьями винца выпив хоть мы не итальянцы и паста у нас карасинара итальянские травы мы любим поэтому щепоточку посыпем а дальше будет самый интересный такого вы еще не видели берем сырые макароны и высыпаем их сюда перемешиваем ой наливаем чуть-чуть водички желательно кипяченой солим накрываем крышкой сколько макароны варится 12 минут оставляем на 10 минут потому что мы любим кушать аль денте ну и друзья последний штрих для того чтобы это блюдо было по-настоящему итальянским мы должны сюда же мы должны закинуть баночку говяжьей тушенки свеже сделанной практически все вот ну что друзья спагетти ля карасинара в честь острого горного соленого займи щенского готова пойдемте кушать так друзья передайте привет всем привет у нас сегодня у нас сегодня серега со славиком в гостях так что сейчас будем их угощать по самогонам тоже угощаем не знаю будут они наши макароны или нет но точно предложим для того чтобы окончательно стоит и готов и и и